Темпы суточного прироста заболевших коронавирусом в Мурманской области продолжают неуклонно снижаться. Пиковое значение было зафиксировано, напомню, 6 июля, 268 подтвержденных диагнозов на ковид за сутки. Спустя ровно 50 дней, 26 августа, на 100 меньше, 168. Сегодня оперативный штаб привел такие данные. Выявлено 166. Больше всего положительных тестов на коронавирус в областной столице, 64. В Североморске, где число заболевших с начала пандемии перевалило за 6 тысяч человек, за последние 24 часа еще у 16 жителей города подтвержден ковид. В Кандалакшском районе и Мончегорске, где показатели приближаются к отметке в 5 тысяч, выявлено 13 и 20 новых случаев соответственно. В Апатитах список заболевших коронавирусом пополнили еще 6 горожан. В Кировске за минувшие сутки ковидом заразились трое. Такую эпидситуацию мы наблюдали и прошлым летом. В 2020-м пик летней волны пандемии пришелся на 15 июля. 287 случаев. И после этого тоже устойчивое снижение. Стабилизировалась обстановка к середине августа. И вплоть до конца сентября оперативный штаб фиксировал 60-70 новых случаев ежедневно. В этом году сроки чуть сдвинуты. Очевидно, что нижних значений вот эта кривая пока не достигла. Как предполагают специалисты, темпы суточного прироста к началу сентября упадут ниже порогов 100 заболевших. Но говорить уверенно о том, что эпид-обстановка стабилизируется, пока не приходится. Такие качели мы уже проходили. Напомним, в прошлом году кривая резко пошла вверх. В начале октября и уже 2 декабря был зафиксирован абсолютный рекорд. 290 новых случаев заболевания. Обновить ли его четвертая волна пандемии, врачи говорят, зависит не от коронавируса, а от нас. От того, насколько мощный коллективный барьер зарази мы выставим. На этой неделе, и это данные регионального Минздрава, озвученные на оперативном совещании в правительстве области, регион взял планку в 60% вакцинированных. От плана. В абсолютных цифрах это 214 тысяч жителей региона. Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, получить защиту от коронавируса, должны еще 150 тысяч северян. И тогда прогнозировать пандемийные волны уже не придется. Продолжение следует...